вас или внутри партнёра, которое мешает уравновесить, согласовать все эти проявления любви. И это то, на что стоит потом посмотреть. Но об этом я скажу уже в конце своего выступления. Итак, давайте перейдём к следующему проявлению любви. Следующее проявление любви – это возраст любви. И вместо всякого объяснения я вас сейчас хочу спросить. Вспомните те, кто уже выходил замуж или женился. Вспомните тот самый момент, когда вы шли в ЗАГС. Вот когда вы шли в ЗАГС на этот прекрасный ритуал регистрации брака, что вы хотели получить от своего партнёра. Решаясь с ним связать жизнь, что вы хотели получить. Просто сейчас вспомните и тоже дайте в чат ответ. И это то, что вы ожидали, это ваши ожидания. Кто ещё не ходил в ЗАГС, ну просто вспомните того своего человека, в который вы были влюблены и мечтали соединить с ним жизнь. Ну, или хотя бы завязать любовные отношения. И что вы хотели получить от этих отношений? Так, ответы пошли, люди вспомнили. Заботу. Близкого и заботливого человека. Хорошо. Дальше. Семью. И пока вы даёте ответы, мне хочется немножко обозначить эти возраста любви. Возраст любви, он и как возраст человека. Есть такой романтический период, когда мы мечтаем всё сделать для любимого человека. Много-много отдавать. И это первый опыт любви. Потом вслед за ним наступает второй опыт любви, второй возраст, когда мы хотим компенсировать. И тут уже наступает любовь-собственность. Любовь, которую лозунг я хочу получить. И эту любовь ещё мы чувствуем, когда осознаём, что нам нравится принадлежать любимому человеку. Быть его любимой женщиной, быть её любимым мужчиной. И это просто второй возраст любви. Ваша вторая половинка, которая у нас встретится с жизнью, у неё может быть на этот период опыта просто отличный от вас возраст любви. Может быть, ваш возраст любви уже этот, любовь-собственность, а у него любовь романтическая, отдавать и отдавать. Но что за ними наступает третий возраст любви, любовь супружеская, любовь, в которой есть лозунг брать и давать, поровну, равно, равноправно. И тут мы ощущаем справедливость, нужно, сколько нам дали, сколько мы получили. И после этого наступает только следующий, самый, ну, более зрелый опыт любви. Любовь-секс. Любовь-удовольствие, любовь-наслаждение. У меня к человеку уже нет никаких, в общем-то, претензий особых. Мне просто хочется давать ему удовольствие и хочется получать удовольствие самой. И высшая степень проявления любви, любовь-принятие, безусловная любовь, где нет и этого условия получать удовольствие. Это такая высшая форма проявления любви. И вот когда мы с вами сейчас вспоминаем тот эпизод, когда я шла в ЗАГС и что я хотела, вы для себя уже можете определить сейчас, какой возраст любви у вас тогда был ключом. Вот уже пишут. Платоническое. Так, кто-то поймал себя на платонической любви. Замечательно. Кто-то, может быть, сейчас найдет, что тогда у меня была любовь-собственность. Кто-то сейчас ответит, да, когда мы с ним шли в ЗАГС, мы хотели баш-на-баш, даш-на-даш. И это супружеская любовь. В общем-то, я всегда людям рекомендую идти в ЗАГС, когда они доходят до этой стадии любви. Тогда больше гарантий, что они не разведутся. Вот так. Ну что, переходим к следующему проявлению любви. Сейчас включу слайдик. Это баланс брать-давать, обмен ценностями. И вот, чтобы сейчас вы поняли, о чем на самом деле здесь речь, я вам тоже предложу поставить руки, как весы. И вот это ощущение любви, душевного тепла, свое. Положите на одну ладошку. Если вы женщина, то лучше положите на левую ладошку. А мужчина на правую. А то ощущение любви, тепла, которое вы получали от своего партнера или получаете сейчас, положите на другую ладошку. И то же самое взвесьте, как на весах. И вы сейчас увидите этот баланс любви. Любовь проявляется через это тепло. Насколько мы сами полны любовью, настолько мы способны дать. И если вы почувствуете, что вам партнер не додает, значит, у него поменьше. Если вы почувствовали наоборот, что партнер вам дает больше любви и тепла, а ваши весы не дотягивают, то тогда у вас меньше наполненности. И это вещи наследственные. Но об этом вам более подробно расскажет Юлия Александровна, которая будет выступать после меня. Это то, что мы получаем от своих родителей. Да, 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 Ольга. Я говорю, я вас поздравляю, что у вас есть равновесие. Итак, следующее проявление любви это мужское и женское начало. Мужское и женское начало. Я вас опять возвращаю в метафору ваших среднестатистических отношений. Вот мой среднестатистический мужчина в жизни или моя среднестатистическая женщина. И я как бы сейчас общаюсь мысленно с ней. И на что похожи эти отношения? Кто с кем общается? Ферзь с пешкой, кошка с собакой, орел с воробьем, дюймовочка с эльфом. Найдите метафору этих отношений. Символическое выражение. Найдите. И я надеюсь, уже метафора создалась. Если сложно представить, просто почувствуйте. И у меня только один вопрос. Посмотрите на главного героя, на себя. Смирение, послушение, как в Библии. Да, Тамара, вы сейчас уже увидели стереотип ваших отношений. Так, у Татьяны король и королева. Замечательно. И вот сейчас, глядя на эту метафору отношений, посмотрите на главного героя, то есть на себя. А этот главный герой в вашей сказке какого пола, мужского или женского? Так, крутой дюймовочкой вы. Хорошие метафоры. Итак, какого пола главный герой в этой сказке? И если вы женщина, и ваш главный герой женского пола, ну, например, дюймовочка, я вас поздравляю, вы на своем женском месте, вы в своем женском начале. И вы общаетесь с кротом, с мужчиной. А если вы, допустим, женского пола, да, я женщина, а вижу себя в виде молота, молот, мужского пола, ага, воин-десантник у нас, вот оно что. Тамара воин-десантник. И вот вопрос на засыпку, а тот второй в метафоре, сказочный герой, какого пола? И вы увидите, что ваши отношения, может быть, были отношениями, на самом деле, мужчина-мужчина, женщина-женщина, или все-таки отношения мужчина-женщина, но в перепутанной позиции. О чем это говорит? Это говорит о том, что в своем стремлении получать свои результаты в любви, вы выбираете, вы отдаёте предпочтение или женским стратегиям, или мужским стратегиям. То есть вы можете увидеть, что я женщина, а отдаю предпочтение мужским стратегиям. Или наоборот, вы видите, я мужчина, а вижу, что в отношениях, наоборот, даю предпочтение женским стратегиям, потому что мой главный герой женского рода. И мужская энергетика – это энергетика агрессивности, но женщины и любят мужчину за эту энергию. Какой мужчина без агрессии? Да, он же защитник. Вот поэтому и говорят, мужские стратегии, они всегда созвучны этой энергией агрессивности. Конечно, всё зависит от степени, от яркости этой энергии. Но это всегда энергия защиты. Это всегда стратегия защиты. И если вы сейчас поймали себя в этой метафоре на том, что оказались женщины в мужском роде, то есть в защитных стратегиях, то вопрос на засыпку. От чего защищаемся? И почему защищаемся? От чего защищаемся? И почему защищаемся? И это то, что нас подталкивает на путь стервологии или пикапа. Ну и последний язык проявления любви, последнее проявление любви, которое я хочу сегодня представить, это сексуальная свобода и ответственность. Потому что у свободы есть обратная сторона медали – ответственность. И не бывает ответственности без свободы. И здесь я хочу вам предложить вот что. Есть такое понятие – сексуальный ум. Положите его тоже на ладошку. Вот представьте, что ваше сексуальное возбуждение имеет свой разум. Положите его на ладошку. И у вашего партнёра тоже есть сексуальный ум. Вот его чувственность тоже как бы имеет свой разум. Два шарика. Шарик мой и шарик его. Шарик моего сексуального разума и шарик его сексуального разума. Положите на ладошки. А теперь предложите ладошкам соединиться. И доверьтесь движениям рук. И просто наблюдайте, насколько руки приблизятся к друг другу. Сольются ваши шарики или нет. Остановятся на каком-то расстоянии или прикоснутся к друг другу. И почувствуйте, есть ли там напряжение или нет в этой связи. Чем меньше напряжение в этой связи, тем больше свободы. Сплелись у надежды. Замечательно. И если ощутили при приближении шариков напряжение, то опять-таки это туда, где есть некая помеха, ну как мы говорим своим языком, психотравма, которую нужно удалить как занозу, чтобы она не мешала вашим отношениям и не мешала проявлениям любви. Вот так. Хорошо. Ну что мне теперь хочется сказать? Вы сейчас познакомились с проявлениями любви, попробовали их на себе, прочувствовали, так нащупали, такой легкий тест-диагностику прошли. Но я хочу вас пригласить на более глубинную диагностику. Наш курс антиодиночества очень большой, и мы на него приглашаем людей, которые уже понимают, что, чего, как, зачем. И для того, чтобы человек пришел осознанно, и чтобы не пришлось его тащить за уши на этом курсе, мы всегда предверяем этот огромный курс антиодиночества с диагностикой отношений. И вот наш центр сегодня принес вам эту диагностику отношений и приглашает на нее. Я буду проводить первую часть диагностики отношений. Как раз мы с вами возьмем все эти проявления любви, посмотрим, что за помехи стоят в каждом проявлении любви. Например, что нарушает языки любви, что нарушает сексуальную свободу, что конкретно нарушает ваш баланс брать-давать, базовый баланс для всех. Или почему вы оказались женщиной вдруг в мужской позиции. И мы не просто нащупаем с вами в этой диагностике эту причину, но мы еще пойдем и узнаем, где, на каком уровне моего бессознательного лежит эта проблема. Потому что у нас есть родовая память генетическая, и причина может лежать там. У нас есть период внутриутробного развития, и причина может лежать там. У нас есть период личного опыта, когда мы себя не помнили до трех лет. И опыт сознательный, когда мы себя уже помним. Очень многое зависит от того, на какой глубине лежит эта причина. Прежде чем удалять занозу, надо нащупать, на какой глубине она лежит. Потому что если мина лежит глубоко, ну допустим, на генетическом, там требуется одно сделать. Если на боли поверхностно, там достаточно чего-то одного, и все. И вот на самом деле это очень системная, объемная диагностика, цель которой будет не только обнаружить эти занозы и глубину их залежания, но еще найти способ, ресурс, с помощью которого его можно вытащить. Люди, которые проходят эти наши диагностики, ну, я могу сказать, процентов 40-45 уже в процессе диагностики избавляются от этих помех, от этих занос. Это форма индивидуально-групповой психотерапии. Вот в групповом формате мы ее проводим за полцены, и она стоит вот столько, сколько вы видите сейчас, да, 1575, а в индивидуальном формате те, кто не решится, тогда уже напишите и будем проводить индивидуально. Вот. Ну, вот сейчас мы предлагаем вот по этой цене в форме индивидуальной групповой. Также будем работать в прямом эфире, в трансляции точно так же вот через не вебинарную комнату, а через хэндгаус, там точно так же существует чат, можно видеть файлы, другие материалы. И эффект, почему мы говорим индивидуальный, потому что все равно каждый почувствует себя, как будто работают именно с ним. Почему мы это любим проводить еще и в групповом формате, то есть соединять, потому что здесь ситуация мозгового штурма. Инсайт рядом сидящего помогает мне найти решение. это более эффективная форма работы, чем индивидуальную. Так, невыжелаемый уже ближнего, да. Вот поэтому мое время истекает, и я вам предлагаю записаться на диагностику отношений, первую часть, Сергей Витальевич вам дальше расскажет свою часть диагностики, Юлия Александровна после меня свою третью часть, это большая диагностика, вот, мы ее разделили на три куска, вот, я вас приглашаю на свою первую часть, я ее буду проводить 17-го числа, в 8 вечера, это вторник, у вас есть время подготовиться к ней, и в качестве подготовки я вам желаю эти проявления любви, которые сегодня коснулись в своей жизни, побольше обратить на них внимание, и если возникнут какие-то вопросы, если возникнут какие-то сложности, то вот на слайде наш электронный адрес и телефон, можете связаться и позвонить, сейчас я вам предлагаю кликнуть заказать, чтобы у нас вышли ваши данные, а в течение 3-4 дней мы сможем ответить на все ваши вопросы, на все ваши какие-то может быть непонятности, связанные с самой диагностикой или с платежами, и тогда вы сможете уже потом вернуться к этому и нажать кнопочку оплатить, сейчас я предлагаю нажать кнопочку заказать, зафиксировать, да, и тогда и у вас зафиксируется вот этот электронный адрес оплаты, и у нас зафиксируются ваши данные и можно будет связаться, ответить на ваши вопросы, потому что я понимаю, насколько серьезную тему мы затронули, вот, и кто уже сейчас определился и понял, да, все, можете сейчас оплатить, вот, потому что цены, как всегда, действуют вперед нашей конференции, потом цена возвращается к своему первоначальному, вот, цена уже будет стоить 2-300, вот, на этом мне хочется закончить и добавить, что, чтобы вы могли вот не так вот, ну, определиться, идти или не идти, я в качестве бонуса подготовила вам, ну, наш центр подготовила в качестве бонуса практический семинар, как искренне влюбиться и привести свои отношения к браку, это продолжение диагностики отношений, но уже в видеоформате, потому что, я говорю, отношения это очень широкая тема и широкий аспект, мы каждой дадим свой аспект, но есть еще общий аспект, вот этот общий аспект как раз здесь, вот в этом практическом семинаре приведем и мы его дарим в качестве бонуса всем тем, кто оплатит, оплатит и придет на нашу диагностику, вот на этом я хочу закончить свое выступление и пожелать вам всем прекрасных, счастливых, любовных отношений, отношений, где люди не мешают друг другу жить, а помогают друг другу жить и это лучшая гарантия долгожительства любовных отношений. Я прощаюсь с вами со всеми, до новой встречи! Спасибо, Оля! Такое было замечательное выступление, я даже с удовольствием послушала, потому что именно вот так тему никто еще не преподносил. Я думаю, что вы со своим центром, с ребятами, специалистами сделали громадную работу, создав вот этот замечательный экскурс, сейчас, который вы представляете. И я думаю, что у вас с нашей конференции к вам придут наши замечательные женщины, может быть, даже мужчины, потому что эта тема очень важна для обоих сторон. И эти техники, очень легкие техники, техники нейролингвистического программирования, которые вы сейчас показали так изящно, они действительно в момент выбора очень хорошо срабатывают, когда на ладошках можно взвесить то или иное состояние или то или иное чувство. И быстро очень понять, моментально понять, что из них для вас важно. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ